А вы знаете, что такое гжель? Уже придумали себе в голове эти образы в бело-голубых цветах, красивые расписные тарелочки? Нет, гжель — это деревня. А вот там как раз и начали эти тарелочки, и не только создавать, и расписывать в цветах, которые стали фирменными. Мастер-класс в технике гжель прямо сейчас состоится в прямом эфире благодаря Екатерине Доценко. Это художник и мастер декоративно-прикладного искусства, иллюстратор, руководитель художественного направления творческого пространства. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, доброе утро! Кстати, про бело-голубое. Гжель — это только бело-голубое. Красный, зелёный туда не залетали никогда? Нет, именно этим она и славится. Оттенками голубых и синих цветов. Это красиво. Это ваша работа, Екатерина? Конечно. Да. Сколько вы потратили времени на эту работу? Это быстро делается? На именно эту работу я потратила приблизительно часа два. У нас есть чуть меньше. Минуты четыре. Да, минуты три-четыре. Можем ли мы с вами попробовать сейчас прямо в прямом эфире нарисовать что-то в технике гжель? Конечно. Что для этого нужно? Для этого нам нужна, ну, чтобы начать, проще всего взять акварельную красочку. Обычная акварельная красочка? Вот, как видите, как легко и удобно. Нам потребуется всего лишь один цвет. Легко и удобно, пока ты еще не попробовал. Ну да. Там такие мелкие всегда вензелечки, цветочки, детали, ощущение, что создавались эти узоры под микроскопом. Ну, вряд ли он был в Древней Руси. Нет, на самом деле микроскопа никакого не было, только твердость руки и многолетний опыт, и вкладываемый в руки мастера. Да, опыта у меня многолетнего нет, но я готов попробовать что-нибудь в этой технике гжель с помощью оттенков голубого, синего. Да. Будем изучать мазок с тенью. Нам нужна квадратная кисть. Урок один. Набираем маленечко водички на нее. С этим справлюсь. И очень важный момент, чтобы у нас получился мазок с тенью, нам нужно нанести красочку на одну часть. На один уголок? На один уголок, да. Уже начинаются сложности. Сейчас посмотрим, как ты справишься. Набираем. Набираем? Много прям набираем, да? Надо краски. Где-то половиночку. Медитативный процесс. Набрали. Проверяем обязательно, какой у нас мазок получается. Получается ли тень? Сухая кисть. Сухая кисть. Вы помните, минуту назад Руслан обмакивал кисточку в воду и такой, ну, я справился. Да. Нет. Рано радовался. Не говори гоп, пока не припрыгнешь. О, смотрите, какая тень. Уже неплохо. Есть. Да. Сейчас покажем, я так быстро, ловко. Это до, это после. Так. Теперь, самый главный элемент, который встречается во всех практически иллюстрациях к джельской росписи, роза. Мы будем делать ее. Но сначала давайте потренируемся. Пока вы тренируетесь, расскажите, какие еще в этом наборе традиционных элементов есть составляющие? Что еще, кроме розы, привычно для техники к джель? Различные стебельки, листики и точечки. Почему листик не рисуем? Мне кажется, листик проще, чем роза. Точечки проще, чем роза. Сейчас мы поймете, что в целом и роза не такая уж и сложная. Так, давайте проведем волну. Волну. Да, обычная волна. Не торопимся. Маэстро, художник. Я художник, я так вижу. Это моя волна. Я так своих учеников учу, а потом понимаю, что зря. Я волна. Ты давай что-то адаптирую под руссконародное. Так. Потом можно приложить кисточку. Вот, держим. Обязательно нужна опора в данном. И. Я уже переживаю. Приложили. Приложили. Притопили. Притопили. И потянули от себя. Приложили, притопили, потянули. Ты так детей спать укладываешь. Давай, алгоритм. Все, все по жизни так делаю. Еще, наберите сюда. Еще красочки. Ага, на уголок. На уголок. Я уже всю испачкал кисть. Ну что, ее можно промыть. Еще раз попробуем. Приложили. Притопили от себя. И тянем, тянем тоже от себя. Через сколько часов у Руслана розочка появится? Какими темпами? Кто появится? Розочка. Ну, вот смотри, уже почти розочка, нет? Далеко разве до розочки? Ты художник-абстракционист, видимо. Это роза. Вы включите фантазию. Ну, пожалуйста. Вы ее не видите, она есть. Да. Так, Екатерина, ну, может быть, все-таки стебелек? Может, все-таки точечку. Это точечку. Давайте попробуем тогда пятой кисточкой. Вы думаете, сделаем кисточки? Как вы ошибаетесь. Да берегут, берегут, понимаешь, чтобы не говорить, в чем все дело на самом деле. Екатерина, сейчас техника гжель, это все-таки раздел только детского творчества и мастер-классов? Или в каких-то промышленных объемах тоже? Конечно же, промышленные объемы. Изготавливаются? Конечно. С этого все и началось. Сейчас мы адаптировали для детей использование, допустим, акварели, гуаши и тому подобное, чтобы изучить роспись. А в промышленных масштабах используется синий кобальт для того, чтобы получился у нас такой красивый. Красивый, насыщенный синий. Только он выдерживает жар печи. Только очень педагогически талантливый человек может выдержать художественные навыки Руслана Токмакова. Ну ты подожди, я тут сейчас поэкспериментировать. Видим, чего вам стоит. Давайте попробуем. Смотри, как я, вот орнамент какой, я с тарелочки пытался повторить. Абстракция тебе удается. Жель. Давайте попробуем. Просто проведем тоненькую-тоненькую линию, вот так, с изгибом. С изгибом. Приблизительно. Тоненькая линия. Тебя когда волну просили нарисовать, то же самое имели в виду. Чтобы было удобно, старайтесь черенок держать тоже от себя и видеть кончик. Отлично, вот это уже лучше. Вот это вот, вот тут уже что-то получается. Линия с изгибом уже получилась. Берите квадратную кисть. Так, теперь опять квадратную. Да. Так, взял. И смотрите внимательно. Приложили, потянули от себя и вернули опять на себя. Мы близки уже к розочке или нет? Мне кажется, нет. Розочка уже, мне кажется, поехала отдыхать. О! Да, то честно. Да. Сейчас у нас идет уже стебелечек. Стебелечек, я сразу предлагал. Потеряли веру в тебя, Руслан. С листиками. Нет, просто... Один из вариантов выполнения листиков. Она цепляет. В общем, если будете дома проводить самостоятельно такой мастер-класс с ребенком, порепетируйте до, и все не так просто, как кажется. Ну, поэтому мастер-классы и проходят часик как минимум, да? Не три минуты. Больше, конечно. Даже больше. А вы хотите от меня, человека без образования художественного, чтобы я вам тут розочку за три минуты нарисовал? Мы в тебя верили. Вот так вот. Кать, ты сама готова попробовать розку нарисовать? Ну, пожалуйста. Сейчас раз из-под полы достаю готовую уже. Было бы хорошо. Меняемся. Давай, меняемся. Кисточки я тебе уже, Катя, самое сложное... Уже испортил? Да, испортил. Я их тебе обмочил, протянул. Испачкал тут все. Испачкал все. Приложил, притопил и протянул. Приложил, притопил и протянул. Да. Наносим на краешек. Так, хорошо. Не жалеем. А больше можно? Можно. Щедрый народ русский. Проверяем обязательно. А как розочка будет выглядеть в готовом варианте? Покажете? А, вот такая розочка. Так, я сейчас порепетирую. А давайте вместе. Так. Катя импровизирует уже, сама решила. Я. Как нужно. Нетерпеливо. Так. Подтянуть, протянуть. Знаете, мне кажется, мы пошагово повторить не сможем. Я вам сейчас делаю вот так. Вот так. Вот так. Ты себе делаешь. Вот так. Это будет не кжелево, конечно. Розочка. Ну, это будет розочка. Ну, это какие-то заготовочки домашние. Мне кажется, она что-то не договаривает. Ну, вполне неплохо же получилось. Да, Катя на самом деле никому не рассказывала, но она ночами проводит мастер-классы по джелле. И утрами, которые не работают в программе «Новое утро». А таких нет, поэтому это все, что я умею рисовать. Не, ну очень хорошо, да? Похвалим Катю? Да. Она молодец. Если вы не пробовали еще такую технику, не знаете, как поведет себя ваша рука, когда прикоснетесь вы кисточкой к листу, знайте, что у вас точно все получится. Если получилось у меня, все будет нормально. Руслана, не берите во внимание. У меня тоже получилось, я считаю. Мы тебе не скажем.